ЕГЭ Это важное мероприятие, в котором должен каждый себя прочувствовать в роли экзаменуемого, передать это состояние детям, как без этого. К экзаменам родители подошли со всей ответственностью. Им пришлось заново проштудировать учебники и сборники ЕГЭ, чтобы восстановить в памяти школьные знания. Готовился, да, на решу ЕГЭ, прорешивал варианты, пришлось вспомнить теорию вероятности, функции, производные от функции, да, уже подзабыл, пришлось повторить. После регистрации нужно пройти рамку металлоискателя. Телефоны и любые другие гаджеты строго запрещены. Все вещи родители оставляют на входе. Разрешена только паспорт, ручка, на математику линейка и калькулятор, который непрограммируемый. Дальше экзаменуемые распределяются по аудиториям. Здесь они заполняют бланки, проходят короткий инструктаж и экзамен начинается. Как и на ЕГЭ для школьников, каждая аудитория оборудована видеокамерами и всей необходимой оргтехникой. Каждая аудитория оборудована техническими средствами. Это компьютер и принтер, которые активируют члены ГЭК перед наступлением экзамена. И при участниках экзамена происходит распечатка кимов и всех экзаменационных материалов. На каждый экзамен отводится не меньше трех часов. Проверять работы будет экспертная комиссия. Результаты родителям выдадут лично в руки в запечатанных конвертах. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...